А, ничего себе, Сычёв приехал. Там в широких штанах, все дела, вот это за культуру. Ты ушёл из рэпа? Не бито, ничего, всё одинаково. Ну, не заводят. Кто есть по-отморожению, и бургер может тебя запустить. Да, конечно, как Буфон. Это год лах. Год лах. Мы ещё какой-то бутлятин устроили. Сычёв подкаст! Сычёв подкаст! Сычёв подкаст! Сычёв подкаст! И Денис Казанский. То есть ты её даже не пьёшь. А чё, не мог пора щепоточку принести сюда? Жаба душит. Щепоточку. Ну, она уже тогда коллекция не будет коллекции, понимаешь? А когда отломишь. Ты как вино, столь, будешь хранить её? Ну, то есть они вот так у тебя ставят, как вот здесь. Да, вот такой вот блинчик. Мы были там у мастера Линя, который занимается только поэрами. Я говорю, есть у тебя 83-го года? Он такой, есть. Ну, и он достал, такой даёт. Ну, хотел ещё купить, но слишком больно было. Но дорого. Ну, сколько вот в этом стрессе сколько стоит? 12 тысяч долларов. 12 тысяч за сколько там, 300 грамм чая? 365. Ну, это искусство, коллекционирование. У него вот магазинчики, да, у него там были 75-й, 71-й, 74-й. Ты какого года? 79-м. 79-й, подогони, парня. После августа? Ю-о-о, какого класса. Не, ладно, виски, ладно, виски ещё, как бы, ну, прям вот виски-виски. Нам это не понять. Полезно, как нам не понять. Слышно, ты мне помнишь, вино ударил какой-то, молдов, 85-го года. Да-да-да-да, ты чё, выпил? Нет, стоит. Ты чё, у меня жаба дождь, ты упить. Да-да-да-да. Не первый сливаем. А-а-а. Не то же сливать? Да, конечно. Первый мы очищаем чайную плюс. Ребят. Они все за нас, да? Конечно, конечно. Вот раньше такого не было, лишь почему. Дима сам всё делал. Да ладно, мы с ним вместе, на самом деле, приобщились к чаю. Я недавно вспоминал эту историю с Димой Сенниковым. Человек, который... С собой на сборы возил чай. Сенников? Приобщил, да, к чаю. Мы были на сборах в Испании. Ну, уже всё, уже крыша ехала, уже вторая неделя. Ну, что делать? И мы ходили там из комнаты в комнату, ну, с кем-то пообщаться. И заходим к Сене вдвоём. А там он с грузинами жил. И сегодня один сидит. Малхас с Мишей Швете что-то сидят, разговаривают между собой на грузинском. Естественно, Сене скучно. Он себе в уголке поставил чайную доску. В церемонии. В церемонии сидит один там что-то, как будто сам с собой разговаривает. Мы такие, Сень, ты что? Масха, ну, проходи, проходи, проходи. Раз нас посадил. И вообще, мы там до двух часов, как давай. Эти уже спят. Идите спать уже в свою комнату. Ну, сейчас, сейчас подожди, Малхас, сейчас подожди. И вот так вот мы каждый день потом сидели. Грузины не пили чай? Нет, нет, не по этой теме. А по какой? Да, ничего, не знаю, хинкали вот это. На сборы хинкали. Да, им всё равно. С собой брали. Вот смотри, я сейчас только что был в Казахстане. В замечательном Нурсултане. Астана играла против Манчестера. Обыграла Манчестера. Знаешь, что? Да, да. Пьём, пьём чай, пьём. Журналисты сказали. Говорит, вот Сычёв у нас играл. Чё, серьёзно? Да, ни одного интервью не дал. Я говорю, чё, это же безобразие какое-то. Мы так вот и не знаем. Ему нравилось, ему не нравилось. Что вот он... Акжи... Пёс, скромнейший. А потому что никто не спрашивал. Как никто не спрашивал? Да хватит. Или он не отказывался? Да хватит. Я как мог оттам отказываться. Там, наоборот, так спокойно, что к моему катка... Там столько времени было свободного. Подходите. Мы... Хоть каждый день, подчас. У нас пол сезона был домашний стадион Астана, если что. У нас просто там зима, как считало, долго. И поля не было. И мы ей принимали дома на Астане. Тренировались, жили там. Ну, я не поверю, что они меня спрашивали. Я там был круглые сутки. Да, мы ездили на Лигу Европы туда с Дракаем. Но мы тоже добираем. Ну, мы три дня добираем. То есть, Дракай – это литовский. Да, с Вильнюсом мы летели... Ну, какая-то катастрофа просто была. У нас ещё потеряли всю форму, багаж, мячи. Всё вот это пропало. Ну, не пропало, а задержка получилась. И мы останавливались в Астане. Не пришёл багаж. Чё делать? Послали администратора. Он поехал в магазин, купил. Тренировка должна была быть в Астане. Он купил шорты, там, разного вообще калибра, там, разного размера, то есть, что было, взял. И рубашечки с воротничками, пола. На выход. Рядом парк, думаем, чё делать? Ну, надо чё-то пробежаться, там, тренажёрный зал, там, в этом есть, а там чё-то три велосипеда, пять беговых дорожек. Ну, не все, не смогут. Ну, мы все оделись в эту форму смешную. Кто в чём получается? Ну, кроме вот этой сумасшедшей пола, это красиво. И побежали по парку. Мы выглядели, конечно, так смешно. Это там какой-то, начало встретить, ну, чё там, Динамо бежит, вот в таком виде, получается. Побегали, чё-то даже никто не пропотел. Там какой-то местный житель подходит, говорит, а чё вы тут делаете? Он говорит, иди, иди, мальчик. Вот, и на следующий день улетаем в Павлодар. Павлодар опять там, какая-то там задержка с рейсом, прилетели в гостиницу, быстро даже не успели заехать на поле на стадион. Вечер, на, часов 7.30 вечера, уже стемнело, включили огромные фонари, эти, подсветка стадиона. Ну, стадион такой старый, как бы советской конструкции, там, сбегаем дорожками, и это вот он шарашит от цвет, и там смотришь, там, вот такие комары летают, огромные просто. У нас тренировка, ну, ты знаешь, там, 40-50 минут передигровая, у нас тренер-испанец. Далее, чё-то там побрызгались от комаров, всё, ну, и собрание, он чё-то там на макете, на айпаде нам показывает упражнение, и чё-то начинается вот это, знаешь, постоянно. Я тоже уже стоять не могу, все переминаемся, всё, ладно, давайте стандартную сделаем тренировку, ну, вот, которая там, 45 минут, начали, поиграли в футбол, вроде нормально, ну, двигаешься нормально, потом, говорит, давайте стандарты теперь. Начинаем стандарты, поворачиваемся, минут через пять на тренера, он, ну, у него вот такое лицо, всё в укусах, вот такие волдыри, он уже ничего не понимает, у него свисток уже вот так на боку висит. Ребята говорят, всё, уходим, мы тоже все стоим, у нас все покусанные, вот такие вот, не знаю, волдыри у всех просто. Я думал, ну, блин, приехали, ну, а игра в то же время примерно, думаю, завтра нам капец, ну, надо двигаться побольше. И всё, в раздевалку уехали, тренировка, ну, 25 минут, разминка, футбол поиграли. Ну, у нас ещё день, слава богу, почему-то была то ли погода такая... Ветер. Да, ветер, и на игре вообще даже, ну, никто не пострадал. Выиграли там, счастливые, уехали обратно, приехали опять. А, заночевали в Павлодаре, перелетели в Астану, в Астане побыли, и туда, короче, у нас получилось 5 с половиной дней, на один матч слетали. Ёшкин кот! Ну, чуть-чуть вышли из зоны комфорта, да? Да, чуть-чуть. А как тебя в Литву вообще кинуло? Позвонил, тренер, ну, мы с ним не работали, просто он Василенко, и говорит, хочешь, что угодно, а что, давайте, интересно, посмотрим, ну, другая лига, все-таки, приехал и все, и тренингает. У нас нападающего нет, Максимов как раз ушел в Македонию, и там вот это было... Подожди, стоп, 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 тебе позвонил тренер, не агенту, позвонил тебе. Нет, агент сначала спросил, потом я говорю, ну, может там с тренером как-то поговорить, и все, ну, через минуту тренер перезвонил, говорит, готов, я говорю, а еще Чеснауский звонит, говорит, давай-давай к нам, все тут будет, шоколаден, боремся за... Который? Дэвидас, который играл в Локомотиве еще, он говорит, давай-давай боремся, Лига Европы, место надо попадать, нападающего нет, у меня рассматривают как нападающего туда, я говорю, ну, ладно, поеду, ну, вот, приехал, первый там игру я не... ну, то есть прилетел и вечером игру пропустил, говорит, ну, и смотрел, ну, смотрел, ну, не так просто, все. Вот, и тренер говорит, у нас уехал нападающий, сейчас там какие-то судебные разбирательства, типа, ну, до разрешения, ну, вот этого вступления в переговоры, уже как-то там подписал контракт, он сейчас, по-моему, в торпедо играет. Вот, уехал в Македонию, тренер говорит, ну, давай, что, второго форварда будешь играть у нас, то есть я говорю, какого форварда я в жизни не играл форварда? Ну, ничего, этот там полгода проиграл до зимы, там оставалось 9 игр, 7 голов забил, вроде думаю, нашел свое место, позицию на поле, начинается новый сезон, перестановки какие-то, и вернулся уже обратно, чуть в ползащиту взяли нападающего еще, и уже было так покомфортнее. Нормально открыл все новые грани. Да-да, и потом вот это началась летняя история, когда у нас даже был на 10 дней тренер. На 10 дней тренер? Ну, нет, он приехал, познакомился с командой, что-то там не договорились, не понравилось. У нас такая была перетрубация, нам надо было ехать. Экспресс-свидание? Да, Уэльс. Черышев, папа его. Дмитрий Николаевич издалека зашел. Да-да, и самое интересное было, что там нельзя было, ну, то есть тренер, когда приходит, он нас тренировал, у нас игра, там в Каунасе играем с Жальгарисом, и в этот день, в этот же момент играет сборная России со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира дома. Ему нельзя было, потому что он еще не был представлен как тренер, он сидел на трибуне, но командой, по сути, он руководил, и он сидел на трибуне. А игры были в одно и то же время, его сын два гола забил, тогда, да, а мы, наоборот, 1-0 вели, 1-1 сыграли, и мы думали, блин, в раздевалке сейчас нас разнесет, но он жесткий такой, может. Заходит такой, да нормально, мне все понравилось, все хорошо, там 1-1, неплохо, неплохо, я вижу уже прогресс в нашей игре, я думаю, что-то как-то не так, я быстро телефончик, оп, телефон, так, кто забил, чершев, чершев, думаю, а, все понятно, хороший мстрейн человек, в следующий день выходной, и все, улетел. И не вернулся. Нет, потом испанец приехал. Все понял. Как тебе, Олд Траффорд, Манчестер, Тоттенхэм? Ой, ну, шикарно, шикарно такое, дерби? Какое дерби? Как-то. Дерби, исторический. Да нет, ну, слушай, это вообще не дерби. Фергюсу, знаешь, какую установку давал игрокам, он так заходил, я читал сам, и воспоминания кино, он заходил и говорил, это Тоттенхэм, и выходил. Все, все, и так наоборот. И получалось, они все понимали, им даже слов не нужно было настраивать. А я в том-то и делал, как там дерби? Нет, дерби, это прям когда дерби, это когда. Ну, Спартак тоже с ССК заходил, Валерий Георгиевич. Это Спартак, и уходил, даже Спартак не говорил. Ну, хорошо, и что ты думал? Я думал, что Жузе снова продлит свою серию. Но я был уверен, но он очень уверенно выиграл сначала. Я советовал, что обе забьют, и Тоттл больше 2,5. То есть кто-то выиграет 2-1-3, а хотя же 4-2 может быть такое. Но главное, что обе забили. И зашло. Ну, ты, наверное, очень тонкий прогнозист. Ну, я не могу тебе сказать, что тонкий прогнозист. Ну, вот я могу свою историю рассказать. Мы смотрели с ребятами вместе, да? Дома. И, в общем, поначалу все складывалось, как я прогнозировал. Но Манчестер переломил очень серьезно. И я понял, что надо ставить на Манчестер. Ну, и как? Ты поставил? Я начал одеваться. И квартиру, да? Сразу? Нет, шапку, шарф, куртку. И, ну, к метро бежит, как всегда, чтобы успеть в лаве что-нибудь поставить. Ты когда вообще последний раз вставил что-то? Если ты к метро бежишь, киоски все, Собянин, снес уже. Куда ты хотел бежать? К себя на белорусскую. Там у нас есть много чего. И все. Они говорят, да вы что, не надо. Есть приложение. Какое приложение? Мобильное. Скачиваешь и ставишь в онлайне. В онлайн заплатить без вариантов. Действительно, у меня тоже стоит. Все, тыкаешь. Смотри, у меня сейчас 19 рублей. И все в лаве пойдет? Да, за 3 секунды принимают ставку. Ну и все, и без вариантов. А забирать? 7 секунд. Это правда. Надо восстановить. Пожалуйста. Ребят, ссылка в описании. Может быть, чуть ностальжи вспомним? Ну, конечно. Но всем интересно просто, как твое появление в Локомотиве, в основе вот эти сборы, все, тут сезон. Как раз это же был первый твой сезон во взрослом футболе. Ты четвертый. Ну, вообще, первый раз в заявку попадал в третьем еще году. Ну, так, первая игра была в четвертом году. Первая, кстати, была на кубок. Все думают, что в чемпионате было уже позже. Я помню свои впечатления, да? Когда я приехал, ну, уже в статусе, там, игрока сборной, Масселя, на машине приехал. Ой-ой-ой. На вы, расскажи. Мы были на сборах в Германии, я не помню. Руид под Штутгартом, да? Да, да, конечно. Наши такой стандартный место. Там 5-6 человек из дубля взяли там, сосновый, тренировал. Условия там, поля, все-все хорошо. И тут красивая какая-то тачка стоит. А ты же не сразу, не к началу, да, приехал? Нет, середина. Да. Ничего себе, вот эта машина, блин, думаю, вот. Кому-то там. А смотрим номера, ну, как бы, не местный. У тебя французские, да, были? И уходит человек, он говорит, а-а-а, Ничего себе, Сычев приехал. Все красиво, все эти гетры подтянуты, все вот это. Че, у тебя длинные волосы же были еще, да? Ну, все, приехал. Ну, и че, началось тебя там вертеть, начал всеми. Не, ну как? В смысле вертеть начался? Нет, классно, что... Нет, он же тогда, год, когда ты приехал, ты же стал бомбардиром, да? Ну, да, да, не, просто с самого начала мы начали, получается, как бы вместе, Палыч дал шанс молодежи, что раньше никогда не давал, и тут раз, я смотрю, на сборах, прям, пять человек. Ну, как бы, понятно, что Дэн выделялся среди них, но все равно нужно было, чтобы Палыч убедить, нужно было быть наглую выше тех взрослых, которые играли в основе. И начались игры, начались в основе игры, начались сразу же голы, и это было очень интересно. Ну, и как бы с того момента мы начали прям плотно общаться. А что за машина-то так, что прям... Ну, там серьезная тачка была, ну... Мерседес, 215-й, Лорензер, все, полностью обвес. Ну, все, что накопил деньги, все, да. Ну, нравилось тогда, что? Ну, а ты когда попала снова, там все великие, там не подойти, люди вот в таких машинах подъезжают. У нас разница два года. Какая разница? Ну, взрослые были, там Босс, Лось, Олег Большинин, все вот эти обыкновения, в принципе. У нас такая была, получается, у них был такой уже костяк сыгранный, ну, такой давно, и они там сколько лет вместе играли. И мы шипсдики, там, ну, Измайлов, да, чуть раньше был, Пима там. Ну, вот мы как-то так и получал, что, ну, все равно дружно было, да, все? Да, дружно, конечно, принимали просто, то есть, мы понимали, что ты там не можешь то сделать, то сделать, то сделать, то сделать, а можешь это, это, это. Ну, то есть, относились как отцы к детям, абсолютно. А есть такое понятие, вот, уже новичка, например, для молодого игрока? Там не было, нет. Нет, у нас не было такого. Там брали под крыло и говорили, вот, есть команда, ты должен играть на команду, действовать в рамках команды. Понятно, нет, ну, ты какой-то в бытовой части. Почему? Вам же распространена история, да, ты там встаешь, какую-то песню поешь. Ну, да, раз, крисмас диннер или коджио. Ну, в Марселе то же самое. Ну, это везде так, я думаю, ну, это какая-то традиционная тема. Здесь нет у нас? У нас нет, у нас нет. Ну, я думаю, что у нас другие есть посвящение студентов. Расскажите, все, в прошлом же. Выпускной вечер. Нет, ну, есть у нас разные, у нас что предложат, если у них это уже. Ну, ты попадал в локомотиве, как ты проставлялся под... У меня тогда не на что было проставиться. Ну, один, когда если приходит человек в команду какой-то уже, там, который способен, чтобы он обычно может собрать на ужин, собрать еще куда-то, там, еще куда-то. Там по-разному бывает. А вам действительно это, поешь, стоишь, я, кстати, отскочил от этой темы. Не, а я не отскочил. Так волновался, ну, я молодой был. Ну, и ужин я понимал, что они так раз намекают, что ты, естественно, с поддевками, с затравкой, ну, так не расслабляйся. Я у меня уже начинаю трясти, что как это. Ну, там один проговорил, что мало бы участия просто встать и спеть. В смысле, я ничего не умею петь. Мне медведь на ухо наступил, вместе со слоном. Мне, говорит, придется. И все, у меня уже курица в горло не лезет, ничего не лезет. Я уже сижу, не могу есть, все потею. Ну, и в общем, все доедают. Там, и так, я уже потом весь облился. Ну, и так по стаканчику, там, типа, ну, типа, Димитрий. Вуаля. Просим. Ну, и что, спел? Да ничего, у меня все слова сразу забыли, все песни. В общем, единственное, что вспомнил, там, в лесу родилась елочка. Классика. Промычал два куплета, ну, как бы все. Но ты встаешь на стул, там, как-то. Да, конечно, как буфон. Закидывали чем-то? Не-не-не-нкуда. У нас новичков закидывали, один пил в тапок. Ну, то есть, я даю, ты должен, типа, как микрофон дождать. Кто-то пил тапок, кому-то дали этот банан. Хотели банан бэкфорду дать, но темнокожий. Поним, что не надо. Лучше не стоит, согласен. Остро. Как ты отскочил? Это же невозможно. А у нас так получилось, что какой-то там переполох был. То ли мы должны были этот день... Ну, был назначен день, что вот после тренировки будет это. У нас то ли игру перенесли, этот... Ну, Christmas Dinner, как он называется, его перенесли. И потом уже что-то забыли. И вот трое новичков, Яхи и Тинго, Дистена, мы отскочили от этого дела. Ну, на следующий год, ну, там... А там еще, знаешь, если поешь не очень хорошо, тебя могут закидать. Чем? Тухлами? Ну, там, кто есть под мороженое, и бургер может тебя запустить. Да, так, там, кто киноградинга, пинаркинг, бургер. Сейчас не помню. Котлетой. В Карл Нэшпом. Вратаря. Там, ну так, он, половина котлеты. Знаешь, еще расскажи, помнишь, мы... Ну, вместе, нам интересно, у нас интересы были схожие, там, машины нравились, там, музыка, все дела. То есть, там, на этой теме мы общались очень много из Old School, там, помню, все это, Onyx, Public Enemy, все дела. В общем, старый такой рэпер, чертановский, на районе, и рассказывал, там, такие страшные истории, как он бился, там, против скинхедов. А, бился, меня били. Ну, ты рассказывал тогда, что вы там побеждали иногда. Иногда, да. Что вы ходили, там, в широких штанах, все дела, вот это, за культуру, а там, как бы, район был такой, говорят, да? Мы окружены были, враганы, так скажем. У нас, если, так, посмотреть, чертаново, северная чертаново, оно такое, более поздней постройки, оно окружено дорогой кольцевой. И внутри вот эти дома стоят, и у нас там какая-то была культура того, что, вот, вот, это, Onyx, и вот эти Public Enemy, Cypress Hill, там. Ну, эти Bonnage, вот эти, все, вот, именно рэперы, гангстеры. И у нас, ну, в доме были, вот, все рэперы, и мы давай, ну, мы тоже, в школе, одни рэперы. Соседний район скинхеды, спартакские, с другой стороны, цисковские, там, торпедовские, тоже скинхеды. И отлавливали народ, периодически. И мы так, вот это, метро чертаново, там, не очень, скажем так, ну, популярный маршрут для нас был. Но иногда туда приходилось попадать, и иногда по пощам доставалось прилично. Иногда мы там могли кому-то накернить. Но самый плохой, самый такой был не очень момент, когда за нас не вступились. Свои же? Ну, компания тоже, они на досках катались, на велосипедах, тоже все рэп слушали, то да и сё. Нам на нашему наваляли прилично, а эти ребята просто убежали. Хотя их было там 7-8 человек, нашего одного отпинали, а там 3-4 скина. Ну, можно было их, ну, как-то... Ну, немножко помочь, и можно было победить, ребят. Мы обиделись, мы собрали свою шайку-лейку, и пришли, наваляли этим скейтбордистам уже там через недельку. То есть, внутри школы, да? Внутри, да, в школы, да, внесли. Отняли даже пару досок, эти ключницы такие красивые, которые, знаете, ну, лямочка такая висит. Вот, запугали их, короче, там, кому-то, там, надавали так, чтобы кровь пошла, там, дают. Ну, весёлое время, да? Это какие годы? Это конец 90-х, наверное, начало двухтысячных. Ну, ты уже, получается, и футбол играл профессионально, да? Да, да, но это было всё, там, буквально года два такой был период, когда у нас и компания была такая, у нас боевитые, там все были один каратист был, то есть, и мы ходили, потом уже осознанно там приключения, да, приключения искали. Вот, а вечером... Боевая подготовка была такая. Да, на тренировочку. Боевой не было. Бывали эти, как скажем, выходы за пределы своей... Зоны. Возможные, да. То есть, родителям говорят, да мы тут во дворе, там, пойдём с ребятами в соседнем, а сам четыре остановки на трамвае тогда, у нас была там восемнашка такая называлась, зона, там, пять скамеек, где вот собиралась молодёжь, которая, ну, нашего круга. Ну, мы там сидели, музычку, там, какие-то девчат там подходили, там, ну, всё, вот это наш... Районные? Ну, да, с района, а мы со своего района, получается, там, четыре остановки, пять на трамвае. Ну, родители, наверное, это только сейчас узнают из интервью. Ну, нормально, весёлое время было. Да, ну, я застал такую ситуацию в конце восьмидесятых. И... Тогда ничего нельзя было. Вообще ничего нельзя было. Ну, это самое страшное было, ну, отправляли бутылки сдавать родителей. Страшно. И ты идёшь, да, и, ну, как бы там, там, ладно, ну, вот этот один пункт приёма был на нашем районе, а другой через дорогу на чужом. И, естественно, там могли встретиться. Или, например, посылают там маму за молоком, сметаной, а в нашем гастрономе нет на нашей стороне. И надо переходить на соседнюю улицу, а там всё, там... Там беда. Там добрый вечер, да, там центр, ну, такой был у нас, я на карьере жил, такой, очень тяжёлый район был в Липецке. Центр более-менее, а дальше Ниженко, это самые были отмороженные. Подожди, ну, наверное, у Маката потяжелее, нет? Ну, это вообще с другой стороны. Не, ну, туда вообще никогда не ссовались, там есть... Был автопарк, тяжёлый район. Ну, вот, все прям промышленные, тракторный, автопарк, Новолипецк. Ну, и внутри было тоже такое разделение, не дай бог поедешь туда. Я в музыкальную школу ездил на другой берег, потому что так боялся, там, думаю, ну, встретить всё. Ну, внутри Чертанова было разделение, там расчёска, да, там район. То есть, дом один вот так стоит, и три вот так. Расчёска и ханклав. Тут единичка. Дом стоит просто вот так. И вот это вот, не дай бог, дорога там перейти, ну, там на пять минут задержаться. Так и сквозняком пробежать на скорости. Да, там же, с какого района, кого знаешь. Практически как «Голос улиц» американских фильмов про доктор Дрей, вот это всё, тупак. Ну, единство без оружия. Ну, да, 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 понятно. Тогда объясни, раз ты такой рэпер, то было фантастическое выступление на MTV у вас вдвоём. А, замечательно. Это, конечно, феерическая, да? Это песня, да, и все те, кто смотрит подкаст, должны обязательно в Ютубе найти это. Хорошо, что сейчас молодёжь не видит этого. Почему? Сейчас, в Ютубе, наоборот, рекламируем. Посмотрите, Сычёв, Билли Динов. Это такой позорный. Да какой хоть это ты чё? Попишите комменты, Диме. Там огонь, огонь просто. Там же мы атлеты кожаной сферой, в которой сосредоточено три атмосферы. Мугули вера, лицефера, футбольной веры. Не, ну там самое, да. Знаешь, Горбелин был. Ты вообще ничего не делал? А я с тренировки приехал, ты на репетиции был или чё? Да, никакой репетиции не было. Ну, прогон был уже передать. Да нет, ну за полтора часа, ну какой прогон? Ну, а я приехал уже к твоему выступлению. Гон был, а не прогон. Я с тренировки с Ширкизова думал, чё, как успеть? Он говорит, приезжай. Я просто попросил его приехать для уверенности. Ну, куда я один пойду? Васильевский спуск, МТВ, да вы чё, смеетесь? Ну, страшно было. Говорю, постой хотя бы. Но сам начал, рапортажа после травмы, да, это ещё было? Да, да. Вас попросили наградить кого-то. Да. Ну и, естественно, немножко симпровизировали, а может быть, вы раз вручаете рэперам и что-нибудь прочитаете. Запилите, да. И? Ну, и дали текст, ну, давайте, а чё, нет? Под фанеру? Рэперы не поют под фанеру. Всего. Так, там такой текст огромный. Ну, пришлось выучить. Да ладно, прям выучил. Ну, если посмотришь, что... Делаю ощущение, что ты выучил. Без запинки. Без запинки. А как? Я бы не мог не выучить, у меня не было наушника, там не было ничего минусов. Кто тогда выиграл, кстати? Серёга. Серёга, тоже. Подошёл, подошёл, который едают. Да, да, да. Знаменитый. Подошёл, вырвал у нас микрофон, такой, типа, а вы чё тут тусуетесь? Я помню, там текст такой, что мы там по оборотам бьём, а вы даже в ноту не можете попасть. Чё-то там такой же. Попасть бы в ноту, да. Пару панчи таких, мощнейшую. Не, там самая строчка была про траву была, там стражка была. Да, вы траву курить, а мы по ней бегаем. Ну, хорошо постарался. Посмотрите, за что на этот взрыв. Так, тоже столкнул немножко. Ну, а чё, нет. Ну, сейчас ты ушёл из рэпа? Да, сейчас и рэпа нету. Как, нет, сейчас рэпа полно. Да, нет, всё. Неинтересно одно и то же. Одно-то от другого не отличить. Харизмы нет ни у кого. Здрасте, какие мы. Да, на батл и всё на свете. Да это всё уже не наше уже. Почему? Old school нету, да? У нас же сейчас всё это как подаётся, ну, как продукт уже у нас. Тогда это был более андеграмдный. Сейчас это продукт, который должен продаваться. То есть это уже и тексты правильные, должны быть и одежды, и какие-то тачки, и там фенечки. То есть больше вот этого западного. Уже политический текст есть. Ну, это всё так, побаловаться. Это ж не пустит никто на радио там куда-то. Ну, сейчас проще. Почему в YouTube залился? Ну, и тут заливают, но всё равно это на деньги зарабатывают сейчас, ну, продюсеры, там, и целый центр продюсерский именно на том, что... Острые темы обходятся в современном. Современно вот у нас что сейчас там? Ну, текст какой-нибудь там вспомнил, ну, всё, вымыть там, любовь моя, там-то всё. И, так, угло-бугу-бугу-буг kommen. Не обито-ничё, всё одинаково. Ну, не заводит. Поэтому отошёл от этого уже. Интересно. Нету харизму, как сказал. Не вставляет? Да. А может уже и возраст не тот. Ну, ещё, что у тебя в телефоне? не боишься старин путинский не 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 автоматикой что касается я уважаю там все направления музыки но есть мое есть не моя но вы что касается там шансоны вот это все нет смотрел твой интервью да там несколько и знаешь но уже отматывая пленочку назад вспоминаешь чем говорил твой батя и у тебя все цитаты там да ты откуда ты их берешь как будто это из того времени да там тоже помнишь про пока ребенок ползает футболист бегле и чё там нет пока ребенок а да ползает болезнь бегает футболист бегает когда ребенок бегает футболист ползает ну то есть с рождением детей это да и начинается сквозит значит как будто все цитируешь просто насколько это сильное влияние добавьте получается вообще я вот мы только сейчас начинает понимать может это с этим с опыта провисов там с годами приходит что ты с этим согласен отчасти ну так естественно потому что мы бать твой такой очень харизматичный нам столько давал наставлений очень важно не просто как поотечески а именно с профессиональной точки зрения мы слушали постоянно но вот расскажи я сын учителя я учился у своей мамы она преподавала историю она не была классной но естественно меня клевали по поводу и без всегда что ты знаешь что будет спрашивать тебе там пятерку за глаза всегда ставят это прям вот я с этим жил и ну и нормально переносил когда отец тренер твой это как как такая же ситуация принципе ну мы простую школу в принципе заканчивали футбольную ну я закончил я на год старше играл и когда выпускал школа школа распалась и отец как раз возглавил команду моего года локомотиве я последний год имела возможность тренироваться у 3 1 папу именно там локомотиве но сначала просматривал ну то есть там 40 человек был просмотр мы там со смены играть в там мешоком накидали я 4 гола забил у меня вроде как директор школ не был против чтоб я был 85 году локомотив но последний год завершающий а таких разговоров не было то есть я не привык к этим разговорам когда мы были в обычной школе с обычными ребятами вот как нас набрали там три-четыре человека поменялась до выпуска то есть практически костяк там 15 человек были с вот и до и тренировал их один человек то есть была такая но сейчас уже такого нет не мы не может быть сейчас текучка другая совершенно и разговоры эти сами по собой отпадали потому что видели как к отец к нам относится тоже я был с братом броня на год старше мы в одной команде были ребров артем было сейчас спартакский врата и мы там ну не ощущали на разговоры поэтому эту тему но перейдя в локомотив там ребята приехали 8 помню 9 человек орел были они третье место восточной европе заняли всю команду взяли 85 год как за основу для 85 локомотива в школу и конечно я слышал таки а ну чё там батя ну то есть такие разговоры ну батя сына точно ну потом когда я стал я задевал я как-то реагирую я вначале не знаю как реагировать а потом бать виды забить так всю жизнь будет говорить но ты я в принципе успокоился и думаю нафиг все в нем уши пропускаю и там помимо игроков могли такую вот такой посыл давать там мы были родители соответственно то же самое все это доходило и ну яйца на тормоза спустил разговору тихо и когда стал бомбардером команды я и помнишь игорь узнесенской конечно игорек вот мы забили примерно поровну плюс отдавали передачу прям он то есть искусственно ничего в этом не было то есть давали результат соответственно вызвав там в юношескую сборную уже был тогда ли на гранатки на поехали ну это потом уже за дубль подключили там 5 6 человек соответственно папа уже взял команду 88 года я в дубле немножко поиграл уже в основу попал и хотят возглавлять начинают возглавлять дубль дали ему дубль и тут уже наоборот разговоры пошли что сына со сын точен лапан ну вот я разговоры потом начинают умолкать когда впервые там в истории локомотив локомотив дубль второе место занимает и все за как все вопросы были исчерпан а в казани когда вы пересекались казани было конечно все то же самое на ростом уровне но это было ровно один месяц который мне удалось поработать казани а потом уже все как бы ну соответственно раздражителя ну как бы нету уже и разговоры но батя у тебя строгий ты же помнишь он тебя да он тебя очень строгих ежовых рукавицах держал да так я помню у нас был ключевой матч цска мы идем 1 1 2 место делимся иска мы едем на песчаную надо обыгрывать цска кровь из носа мы что-то 10 горим 11 потом в общем влетели 21 по моему и у меня чуть не отпинал в раздевалке там хорошо директор школы львович такой помнишь оттащил его я потом домой шел в ста метрах от него позади думаю вообще надо у меня есть другая история но он больше не даже не за результата за то что мы то есть мы я тоже только что-то сдался за язык и за 15 минут до конца ну а я реально что-то уже так паник в конце году шансов нам не давали отыграться я думаю а дома тут и приходил домой все как заканчивалась там мама быстренько папу забирала и можно было сидеть в комнате на есть другая история более такая серьезная и резущие саяры очень сильный но и очень строгий но это все из-за эмоций ваш он переживает за результат максималист но для другого не будет да мы будем за чемпион 1004 год один из самых важнейших матча там было но дома играли с ротором с иска идем прям очков очко переживаем и у нас такой матч был у ротора уцайдер куча моментов дэн там столько не реализовал ну то есть не шел мяч ворот он просто там таких больный момент и все блин и очень в конце на 8 5 нам гогни забивает гол до спорта банга босса на выходе чуть ошибся и в общем 89 минут и все 01 ну то есть у всех там настроение все кошмар все босс прям в перчатках бутцах сразу уехал даже не переживался как ну так все переживали потому что настолько как бы важная была история но и все прям расстроены ночью мы естественным уехали все по домам еще звонит бил таком не дает можно у тебя остаться случилось домой я конечно постелил на диване святого посидели погоревали погрустили но то есть с другой стороны расскажи ты хочешь домой может даже не пришел домой пришел домой но сказал ему просто можно никого видеть да конечно не пришел до сих пор очень трепетно отношусь к этой истории которую от тебя узнали благодаря тимуру когда ты там оказался и перекрашивал бутцы надо был делать и мне вот сейчас тоже вот это смущает часть такого нет в англии потому что я смотрю там вы играет юнайтед спокойно выходит в синих бутсях выходит ливерпуль тоже в синих бутсях вот у нас контрактные другие дела уже то есть это бутся которые те дают и у тебя контракт и должен не хоть и играть то есть не нанес на это новая модель новый цвет и это не волнует никого у кого какие клубные там пристрастия там в плане цветов но на тот момент это было табу ни одной красной машины не должно быть на базе там хочешь там ездил так за базой оставь и пешочком идей вовнутрь ни одной красной машины не было бутся мне сразу дали в маркер в этом я как раз века с красным сильно у меня были белые красные просто пума была такая ярко-красная мне только их дали там по контракту я так их разложил все начистил там красиво подходит на его год на тебе маркер черный закрашиваю не будешь играть пока не закройте я все пять пар пришлось закрашивать king сумасшедшие бутсы были прям удобны мне кажется правильно но у меня выгнали магазин ливерпуля я попросил мою купить да вот и меня просил меня в итоге жена купила зашла мы заходим так и женой ну подходит вежливо продали города или на стадию центре на втором этаже два магазина everton а еще какой-то магазин до сих пор до сих пор там этот one я вышел из вертона под женой пошли там сучма пошли заходим ну на буквально 10 метров вовнутрь зашел подходит продавец говорит очень уйдите пожалуйста ну как я бы виду майку купить такого дня не не вот то есть хочешь там жена пускай зайдет а ты выйдите пожалуйста там поставь его есть и стоял жена пошла ждала пока там напечатать этот номер но в этом не знаю в этом есть симус да 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 просто кайф но в раз расскажи как ты там как насколько это мне вот интересно просто послушать насколько круто именно с позиции футболиста в англии играть не знаю мечтаю мне кажется любого кто понимает топ футболе ну я бы разделил на две части это как бы ну жизнь футбольная есть жизнь футбольная внутри клуба а есть вообще вообще английская история вообще футбольная вот как живет страна футболу то есть внутри клуба у каждого своя традиция свои там предпочтения свои там какие-то отношения между клубами в целом футболом болеет страна вообще то есть субботняя там воскресная воскресная лига полно называется но весь город собирается играть футбол Свои районы, свои команды, играют товарищеские, никто не... Там приходят, там, барбекю жарят жены с детьми, пока футбол играют. То есть для них религия. Целый день там по спорту обсуждают, там, крикет чуть-чуть, там, регби и футбол. Шоу на разный вкус от юмористических, да, каких-то там испытаний там пройти. То есть это большой такой пласт их культуры, который, ну, невозможно переоценить, просто, ну, религия. А второе – это клубная история. Клубная история, ну, вот как вот эти все традиции, там были, конечно, я считаю, перегиб, когда у них в Гудисон парке, ну, вдоль бордюра, таблички со знаменитыми болельщиками. Ну, не знаменитыми, а преданными. И там был в своё время прах, можно было захоронить, потом это убрали, потому что, ну, не гоже, типа, на кладбище играть. Ну, таблички оставили. Почёт, уважение, там, абонемент достаётся, чуть ли не как лучший подарок считается на, там, день рождения или Новый год, если подарили абонемент на твою любимую команду. То есть там настолько другое восприятие футбол, нету баннеров, там вот это вот всё, как они были. Ну, ты чё, не в развешенную там? Нет, я имею в виду гаута в руке, там, чтобы было какое-то там огромное, там, полотнище, там, за воротами, да, как вот у нас, любят в Италии, то есть они поют, горлом берут. Пошёл, майку купил. Ну, многие ходят там в старых, естественно, майках, но в целом выходит новая модель майки, идут, покупают майку, это они помогают чуть-чуть, типа, как бы клубу. А Новый игрок, если приходит, там сразу в магазине майку не допросишься. То есть любой там, кто бы ни пришёл, сразу печатают номера, и все расходятся, как пирожки. То есть любовь там каждому болельщику, каждому игроку, они всех футболистов знают, кто, где, откуда, сколько сыграл, где играл, дубль, не дубль, там, старший возраст, академии. То есть идёшь по улице, допустим, да, там, тебе 17 лет, тебя узнают. Тебе подойдут, пятачка отобьёт, скажут, удачи, а мне не good luck, а говорят, good luck, good luck. Но это же мотивирует всё равно. Мотивирует. Ты не хочешь там уехать за границу, играть там ещё куда-то хочешь. Они не уходят в свой клуб. В свой клуб, причём, к которому ты идёшь, побежишь, подготовь. Не, а телевизионную историю убивает. Матч в the day, да, идёт на BBC1, на главном канале страны, в субботу в 22 с копейком по 22.30. Представить, что футбольное обозрение идёт на первом канале в России с матчами субботней, ну, это нереально в такое время. Ну, у них сейчас там BT BT, да, сейчас там дофига, там и Amazon появился. Амазон первую трансляцию провели сейчас. Искаешь. А я слышал, что комментаторы английской премьер-лиги фамилию твою не могли никак выговорить. Да, Берли, Альбертинов. И легче было русскую сыроговорку про греку сказать, да, чем твою фамилию выговорить. Так, это был самый первый матч, когда я приехал, мне сказали приехать, и надо, ну, я приехал вечером, в следующий день игра, и вечером улетать. Типа, надо приехать, чтобы выйти на две минуты, представиться команде. А мы с Вуллера Хэмптоном играем дома. Ну, я приезжаю, такой, ну, ладно, в отеле поселили, всё, волнуюсь, утра там в 12, там, не помню, во сколько игра. Вот, забирают меня, еду на стадион, всё, переживаю. Думаю, ну, минут-то я в любом состоянии сыграть. Выхожу, а там уже стадион полный. Ну, запасные заходят, садятся сначала, потом команда выходит. И я сажусь уже просто вот на скамейку, так вот так сел, думаю, блин, 45 тысяч, стадион, 42. И просто, а тут сбоку уже болельщик сидят, и такое молоко. Билли, Билли, да-а-а-а, Настя Митя. Я говорю, блин, уже знаю, всё. Моис отправляет разминаться, минут за 10 до конца. Мы 1-1 счёт. Я думаю, надо сейчас выйти что-то решить. И там и зона безопасности, где разминаются. Там уже Билли, Лан, come on, Билли, Лан. Блин, ну всё, попал. Надо выходить, решать. И потом мы, короче, выходим, ухожу, там, ну, 3-4 минуты играем, у нас пенальти, бац, жо, зарабатывает. Ну, Цисковский. Бэнс забивает, всё, 2-1 выиграли, я там два раза мяча коснулся, всё, счастлив, 42 тысячи, все орут, все уже как своего воспринимают. Я такой, думаю, ну вот, попал. И ушёл, а то в таком, знаешь, настроении, что, блин, вот это, конечно, заряд. Ну, когда Юнайтед забил. Наверное, я вообще ничего не понял, там, я говорю, у меня, мой, после игры подходят от счёта, это она, и надо было болельщикам всем туда прыгнуть, прям в толпу, я даже говорю, не знаю, всё. Там колечник-то какой был. Да, ну, так хорошо получилось. Дали потом, ну, день выходного, пошёл в город, там, конечно, всё, обратно уже в капюшоне шёл, чтобы никто не узнало. Тоже голодовил, всё, я целый день провёл в центре, и так получилось, что там, как раз, 3 минуты подходили, говорю, молодцы, красавцы, Манчестер, дёрнули. Ну, у меня, знаешь, по ощущениям, в Ливерпуле болельщиков больше Эвертона, чем в Ливерпуле. Да, но суть в том, что это всё местные. Да, местные. Я когда тоже недавно разговаривал, ну, вчера разговаривал, и говорю, вообще, больше Эвертона именно в городе, но Ливерпуль, ну, со всего региона, ну, и глобально, да. И туристы. У них, Манчестер, это вообще там полстадиона туристов, Манчестер Юнайтер, там, китайцы, все подряд. Поэтому там атмосфера немножко, они не так поют, не так заводят, то аж сидят, как в театре. Вот, а Ливерпуль сейчас, они вышли на тот уровень, когда у них уже, они почему стадион-то расширяют? Они сейчас ещё 10 тысяч настроят, они настроили трибуну, потому что уже, ну, поток туристов пошёл, команда Лига Чемпионов там выигрывает, то всё, им нужно расширяться. Эвертон, это чисто местные работяги. Они, то есть, запрямую, вот мы в Австралии были на сборах там на всю Австралию, что-то там 250 человек, болельщиков Эвертона. На всю австралию рост. Ну, за счёт Кэхилла, естественно. Так и происходит, там, этот Филайни, говорит, у нас там в Бельгии, тоже есть фан-группа. То есть, кто где играет, там есть, получается, в Америке есть, мы тоже в Америке на сборах были. Из Ховарда? Ховард, Донован к нам приезжал, у них когда пауза, Донован на три месяца к нам зимой. А ты общаешься с кем-то из них? Нет, у меня только, ну, как, ну, там, по всяким делам личного осталось, менеджер там по, ну, бумажной работе, там, налоговая вот эта вся фигня. А так, остался там... А им, у них не принято дружить, да, получается? Не, у меня есть, ну, мы дружим, у нас семья, есть англичане, они там живут, они к нам на свадьбу приезжали. Ну, может, ты видел такой, помненько, у них деть, ну, как ребенок, ну, как созванец, переписывался, он нас встречал, вот мы в том году, как раз вот в декабре, ровно год назад, ездили на дерби, Ливерпуль, Ливертон. Я взял с собой там пятерых с Вильнюса, тоже они захотели полететь, и мы на трибуну к Ливертону. С фанатю. Да, это моя мечта, ну, в следующем году, в этом не узнаешь. Заклонись к Ливертону? Не, на дерби. Причем папа вот этого товарища, который вот мы дружим, да, у него почетный болельщик Ливерпуля, он овертонец. А, есть такое звание даже? Ну, у него он там за выслугу какую-то там, и он работал, и да, и работал в структуре, и он почетный, и он может билет достать. Он достает мне билеты в ливерпульский там сектор небольшой, семейный. Я говорю, не, мне надо, ну, вот на ивертонскую трибуну попасть в то, что, ну, ребят, ну, там, хотят посмотреть, пойму, прочувствовать, пойму, как это все. Он говорит, да зачем тебе этот, ивертон, давай, сейчас за ливерпульцы все посидите, поболеть. Я говорю, ну, как, сам пойми. И он, в конечном итоге, он мне уже, мы туда приехали, прилетели в Ливерпуль, и он, вот, люк, он мне приносит, вот вам, пять билетов на трибуну именно на Эвертона, болельщиков. И мы там, конечно, там, просто такой ор, там, орут они, там, на соседнюю трибуну, там, средние пальцы показывают. А трибуна, получается, вот так вот они, здесь Ливерпуль, здесь небольшой сектор, получается, эвертонцев. Они прям друг друга поливают, 0-0 счет, 90-е, там, какая-то, ну, да, Риги, там, это дурно, забивает, перекладник, четворотарь, там, абортаж, и началось, вот, отсырать. Он сейчас драка будет, какая-то. Выше со стадиона, все в разной сторону, спокойно. Ну, там, френдли, дерби, да, какая-то, как они говорят. Ну, они на, на стадионе, они прямо, вот, у них, прямо, рут друг на друга, выходит из-за стадиона, там, папа может сына забрать с этой трибуны, Ливерпульс подойдет в эту сторону, то есть, и вот так все перемешались и разошлись. Ну, кстати, вот лучше на Гудисон ехать, у меня самые такие впечатления об английском футболе на Гудисоне. Я был на дерби, 3-3, когда сыграли, там, Ферми, ну, как он забивал, да. Блин, ну, там вообще электричество, потому что на Энфилде, вот, как, венеры, там, действительно, там, туристы, там, ну, как бы, гостевой сектор всегда на большом стадионе очень крутой, на любом большом английском стадионе. гости, там, 60, прям, здорово. Ну, вот на Гудисоне, там, весь, вообще, весь тадион Гудисон. Ну, потому что там, там, вот такой сектор, приезжих, остальное все фанатье. Что тебе оттуда дернуло? У тебя же был фухом, как вариант. Додернуло, ну, ты в ногче дернула, желание, ну, если честно, от бытового подустали уже, потому что жили по большому счету, ну, там, наездами приезжали, друзья, там, родственники иногда, жили, жена, вдвоем. Ну, ты же понимал, что это лучшая лига вообще для игры. Ты сейчас, я понимаю, а тогда я... Психологически. Да, уже, что, думаю, делать нефигу, уже все тут изучили, город маленький уже, и как-то все, и жена в положении, надо перебираться назад, ну, как бы, такая ситуация. А, в принципе, сейчас уже понимаю, что и надо было. Ну, и потом мост тоже говорит, куда, зачем, ну, если хочешь, конечно, типа-то, ну, 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 ты сейчас думаю, ну, может быть, а с другой стороны, что жалеть, о чем? Не, 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 не жалей, просто интересно узнать. Сейчас я это понимаю, но тогда я этого не понимал, наверное, до конца, до глубины души, сейчас я понимаю, откуда надо было там любыми, любыми средствами оставаться и получать этот кайф. А кайф это не только, там, понятно, ты хочешь, там, развлекухи какой-то еще, а именно от атмосферы вот этого футбола, потому что все стадионы полные, все, там, ну, то есть, не знаю, другой мир вообще. Не зря это смотрибельный чемпионат во всех странах мира. Не зря у них рейтинги, там, как вот матчи, там, даже слабенько, вон там, от трансляции Everton ничего не выигрывает уже сколько, а все равно 120 миллионов там получает. То, что во всем мире смотрят, мы на Мальдивах, там, какой-то канавка, все, футбол английский. Даже в этих маленьких странах, которые, ну, там, островные, все равно все смотрят. Хотел отмотать и вспомнить, там, так, весело, свадьба глушака. Уже весело. Свадьба глушака уже весело. Не, ну, такое нельзя, как бы. Личность, он тогда еще был молодой, перспективный. Я не знаю, да. Ну, не, не, я не знаю. Не, ну, со своей стороны я уже рассказывал, там, да, все дела просто... Здесь ты не рассказывал. Как не рассказывал? Ну, ну, я уже запомнил. Ну, пусть Дэн расскажет. Я в концовке подключил. Где она была, во-первых? В Ростове. В Ростове, да. Заселились, приехали за день, подготовиться, чтобы, естественно... Какой, восьмой год, или ты, я же забыл? Это было лето, точно. Как раз перерыв в чемпионате был. Не было какого-то европейского события, то есть был без чемпионата мира. Девятый, значит, что ли? Ну, да, похоже, девятый. На глушаку набрать? А, я думал, он забыл. В другой стране можно позвонить, вспомнить. Ну, и, в общем, мы заселились, там, гостикашку неплохую, там, все, левый берег Дона, напротив. Бассейн, все дела, ну, как бы, ребята отдыхают, я за ними смотрю, как старший. Вот иначе, да? Все со стороны в очках. Не, я там в лежаке лежал, ну, а они, там, что-то, играют, решили поиграть в какой-то фут в аллее с этими, с ударами через себя в бассейн, еще что-то. Ну, в общем, не всем там что-то понравилось, что на них брызги летят. Да, не всем. Ну, как бы, пацаны уже веселые были, нормально все было. Не, начнем с того, что это второй день был уже. Первый. Второй. Когда мы уже поехали, в 12 нас из грелки поели в этом, а потом мы вернулись в отель. То есть, вы уже расписались? А не день приезда это был? Не, не, день приезда нормально все было, потом в пене это были где-то, мед или как-то завели. Все с утра нормально хотели отоспаться, но нет, нас в 12 разбудили, и давай на второй день там это, там, шоу ряженых, все вот это там. Ну, в общем, ростовские. Да, эти раки опять начинаются, и наши, мы опоздали, нам штрафовать из грелки начали у нас там, ну, не водой. Местным глушаковским самогодом, когда штрафовать. Ну, конечно. Да, за прогул 10 минут. Ну, и мы вернулись, когда часа 4 в отеле, начали безобразничать. Ну, как бы, игрались, но вроде не замечали, что кому-то мешаем, но брызговетели, там еще свадьбу кто-то готов, помню, что там скрипачи что-то настраивали. Мы что-то ха-ха-хи-хи, давай, кто в скрипача мечом издалека пойдет. Ну, все, поехали. Ну, все, какой быдлятель устроили. Да нет, ну, быдлятель такой лёхи-тагил. Как-то лёхи, в скрипача мечом. Ну, я на них смотрю, как бы, ну, балуются ребятки, ну, пускай. Ну, может, не били ни в кого, мы так, ха-ха-хи-хи. Ну, и давай через себя бить бассейн, там, ну, понятно, брызга летят, это Серега Миченкова. Ну, и что, дядя подходит к серьезной. У меня он сначала один рассказал, я смотрю, как со стороны Лаги рассказал, ну, они такие, да-да-да-да, и он уходит обратно. Ну, а те дальше раз, ну, и продолжают, туда-сюда опять, бамс, опять летит, но он уже, как бы, встает и уже, и как бы, ну, видно, что я вижу, что... Он идет в Сереге, короче, да, что-то уже такое, а он какой-то борцовский фигурный такой широкий. Широкий, короткий, короче. И мы вот стоим, два яма, он перед нами стоит, и что-то, ну, слово за словом, и там, что-то, ладно, дядь, там, типа, дай отдохнуть, и он ни с того, ни сего, так, бум, я просто так успеваю, чуть-чуть, и мне так, здесь кулак пролетает, по брови чиркнул, такой, я что-то не понял. И начинается заваруха, и я что-то пытаюсь его ударить, он уворачивается, я падаю в эти, в стуле какие-то там эти, ну, из этого, ну, деревянные, пляжные. Что-то упал, пока встаю, не понимаю, что происходит, только поднимаюсь, и уже я вижу, просто схватился свеча вот так. А ты пришел заступаться. А он пришел, он так очечки отложил, он начал тоже заварухи участвовать, и его через себя броском, как это, борцовские этот прием кидают. Ну, да, ну, опасно было пацану. Ну, это один, да? Один, да. Один размотал вашу свою компанию. Ну, какой компанию, троих нас размотал. Ну, и то, там пацаны были чуть-чуть пластичные. Да, чуть пластичные. А там, самое что интересное, мы уже с ним начинаем бороться, и как бы, ну, выбегаем на лужайку, где идет свадьба, где люди сидят вот так вот. И они там четырежды, да, да, там какая-то музыка играют, вот, вальс Мендельсона, все дела. И вот, и они смотрят, и два голых чувака вот так вот, один другого бросают. Мы так посмотрели, ну, продолжаем, ладно. Вот киношная история, так, да? Ну, тростовская история. Ну, он вас узнал, и усилил, и даже вообще не узнал, думать, молодежка, это не так вот. Ну, потом поехали качать, все там, мы сейчас позвоним, там, туда-сюда, ну, так, все дела. Ну, это же Ростов. Мы позвонили тем, он позвонил тем, те приехали за них, за него, и те приехали за нас, в общем. Досыщенного, закончилось все нормально. Ну, вместе пошли на футбол или что, как это закончилось? Нет, мы хотели на концерт-басты попасть. Я попала, ребят. А меня заперла жена в номере, говорит, не выходи. Ну, вообще весело. Там еще дверь, она говорит, я не спала всю ночь, потому что там дверь, она открывается вовнутрь, и там замочек, знаешь, на кнопочку. Вот эта круглая ручка, и когда вот эта кнопочка, ну, то есть соплей перешибешь. Она до утра ночи охранял эту дверь, никто не зашел. Самая яркая свадьба, на которой вы были? Много свадеб, но в каждом своей есть. Атмосферно, так сказать, атмосферно. Ростовская. Да. Денчик постарался. Так, у нас конкурс в конце нашего выпуска. Все просто. Я очень надеюсь, что вы посмотрели этот рэп, как это назвать, вот рэп выступление, что это такое было? Ну, рэп выступление, наверное. Ну, как-то это звучит. Да? Рэп батл. Ну, это не батл с кем-то. Ну, хотят, вы там мочили же. Мочили. Рэп, индустрию. Попсу, вернее. В общем, Диньяр вот так же примерно, как сейчас и не там стоял. И поэтому у нас к вам просьба придумать несколько строчек. В этом стиле. Рэп. Чтобы? Чтобы выиграть нашу раритетную программку, подписанную Диньяром. Да. Чтобы Диньяр прочитал эти строчки, и как бы у нас получился вот уже, ну, как это, гармоничное выступление просто Сычев один читает Трэп, а еще и Диньяр что-то прочитал лучшее, получит как раз вот эту программку с подписями. Мы склеим и отправим. Вот еще левой рукой пишут, смотри. Естественно. 63-й поставлю, да? 63-й, кстати. Единственный номер, который был, не занят, по-своему, основным составом. Серьезно, в дубле и так далее, так и есть. И не стал менять. У тебя потом предлагали поменять, я говорю, не оставляйте. Ну, да, да, да. А седьмой почему тогда выиграли? Седьмой тоже, да. 15-й хотел, вот Дистент забрал. 15-й зачем? Как-то 63-й. Я был сборный 15-й, хотел клуба. Вроде в Дистенте трудно было спорить, да? Да, там такая, что такой шифонер, дай майку, и все. Ну, давайте седьмой, так седьмой. Просто, а почему 63-й не перевез с собой туда? Там бы не поняли. Да, ту матч. А, ну да, там же все-таки с первого по 11-й. Да, получше. Ну, попал лишь в 11-й. В общем, участвуйте и, как мы любим говорить, ставьте лайки. Побеждайте. Ну, а сейчас мы, как Деды Морозы, подведем итоги наших конкурсов. И первым победителем в выпуске с Дмитрием Тарасовым становится Александр Саприкин. Поздравляем, Александр. Так, второй выпуск у нас был с Романом Николаевичем Широковым. Виталий Виталий. Так зовут джентльмена, который победил. Это в моем инстаграме было. Я вижу, что ты сейчас запнулся. Потому что там сложный очень ник. С1РКА. Он первым ответил правильно вопрос, кто у нас будет в гостях, угадал Киржакова. А победитель четвертого конкурса в выпуске с Гильерами становится Евгения Ур. Да, мы с вами свяжемся, отправим подарки, и вы будете счастливы. Мы хотим все это сделать до Нового года. А уже после Нового года вот та программка, которую подписал Денин Яр, тоже найдет своего победителя. И Денис Казанский.